Совсем скоро наступит самый волшебный и долгожданный праздник. А какой Новый год без зеленой лесной красавицы-елки? Каждый год тысячи елочек украшают наши с вами дома в разных уголках земли. В основном люди приобретают елки на специальных базарчиках, которые появляются в городе в декабре во всех районах. Но, так как в Латгалии много лесов, то прекрасным временпрепровождением семьей будет поездка в лес за елкой, где вы сможете выбрать и срубить ее сами. Мы связались с экспертами, чтобы они нам рассказали, где можно рубить елку, как правильно ее срубить и еще много интересных нюансов. Как каждый год, и в этом году тоже, одну елочку семье можно срубить, сделать отдых или такое мероприятие, съездить в государственный лес. Эта елочка на Новый год домой должна расти или около дороги, или около канавы, вдоль канавы или вдоль электролинии. Но не в молодом лесу. Она может расти в большом лесу, где-то внизу, под большими деревьями. Там ее можно рубить. Там, где молодые насаждения, там мы работаем, трудимся, вкладываем свои силы, инвестиции для того, чтобы вырастить опять лес в будущем, чтобы наша страна была, Латвия была зеленой. Организация «Латвия свалстсмежи» убедительно просит рассчитывать размер елки перед вырубкой, так как обычно в природе деревце выглядит меньше, чем в помещении, и срубать елочку по возможности не оставляя пень, то есть под самый корешок. Можно в лесу, если это елка, там нижние ветки некрасивые или кривоватые, можно там же на месте отрубить, эти ветки срубить, и пускай они в лесу остаются. То есть все, что с леса взято, в лес можно оставить в лесу. То, что с собой привезли, тогда увозите с собой. Возникает вопрос, как понять, какой лес принадлежит Латвия свалстсмежи, а не частному лицу? Есть несколько вариантов. Можно зайти на сайт наш, домашнюю страничку, lvm.lv, да, там можно найти именно мешкопи, да, которые работают в лесу, и координаты телефона созвониться с ними, это один способ. Можно зайти, есть страничка маммадаба.lv, да, там есть уже карта Латвии, и уже конкретно наши квартала, наши леса, леса, дорожки, уже выбрать то место, уже около компьютера и съездить, да, это можно. Есть еще, можно зайти на телефон, установить программу, которая называется LVM Geomobile, да, она бесплатная, тоже уже ехать в машине, как с навигатором. Главный лесничий Южной Латгали надеется на благоразумие людей, которые едут в лес за елкой, так как в наше время проконтролировать этот процесс очень сложно. Раньше были разрешения, там на каждую елочку надо было получать в лесничестве. Сейчас, как частная собственность образовалась, с начала 90-х, такого разрешения таковых нет, потому что как юридические разрешения, это означает, разрешение выдается для того, чтобы контролировать разрешенную или запрещенную деятельность. Если мы даже будем выдавать каждому, это очень, ну, трудоемкая работа, и нет таких ресурсов, чтобы проконтролировать. Вырубил в том месте, где там разрешение или в другом месте. Ну, это очень трудно, когда лесников было очень много, там, обход для каждого лесника, там, ну, тысячи гектаров, а сейчас там по 15 тысяч гектаров территории. Ну, и разная собственность, там, государственная, частная, самоуправленческая собственность. Ну, мы, каждый хозяин сам в своих лесах регулирует. Но все-таки сотрудники Латвия-Свалсмежа советуют приобретать праздничные елки на специальных базарчиках. Лучше ехать, знаете, там, где мы продаем саженцы, Латвия-Свалсмеж, Секлы, Стадо, да, там есть уже специально, мы выращиваем для этих, ну, что елочки, да, там уже есть и породистые, и серебряные, и остроколючие елочки, да, которые стоят дольше и не осыпаются, и пахнут. У горшочков, да? И есть в горшочках, есть пиленые, да, и они стоят недорого. Они стоят в такие же цены, как и на базаре, да, здесь, но они срублены, в специальных местах они для этого выращены.